Еще одно интересное наблюдение. Забираю сегодня племянника из детского садика, у него вся футболка такая в темных пятнах, и я ему тут же задаю вопрос. Артем, кто это сделал? На что он мне спокойно отвечает я. И тут я понимаю, что я только что ему отправил двойной посыл. Первое, это был вопрос как вопрос, кто это сделал, но это и так понятно, кто это сделал, поэтому он и удивился так. Я, типа удивился, ты что задаешь такие глупые вопросы, неужели непонятно, кто это сделал. А второй посыл, это эмоциональный посыл. Кто это сделал? То есть я ему даю такой посыл, чтобы вызвать в нем чувство вины. Анализируя, я понимаю, что когда-то в детстве со мной так же поступали, и теперь я вот эту модель поведения копирую и веду себя так с ребенком. Если в ребенке это пока не вызывает еще чувство вины, то когда ко мне так обращаются с вот этим двойным посылом, я уже чувствую это состояние вины. И вина меня сразу внутри сжимает, рождается напряжение, уже никакого понятного состояния счастья нет. Это один момент. А второй момент, это рождает во мне желание быть нечестным. А нечестность, это еще одно качество, которое забирает у меня счастье. Я хочу быть хорошим, я хочу всем нравиться, и поэтому я начинаю изнутри самого себя в первую очередь, а во второй и других обманывать. Например, ситуация. Очень часто можно ее увидеть, когда мы встречаемся, человек говорит, о, привет, привет, как дела? Ах, лучше всех. А ты смотришь, а у него в глазах тоска. Или себя иногда ловишь на этом автоматическом реагировании. Тебе говорят, как дела? Ах, лучше всех. А сам такой, ах. На автопилоте сказал, лишь бы быть хорошим. На самом деле, там нету никакого лучше всех, какое-то состояние абсолютно другое внутри себя. Начиная дальше анализировать, я понял, что, собственно говоря, для того, чтобы аккумулировать себе состояние счастья, нужно, и это одна из составляющих, быть честным. Честным, прежде всего, с самим собой. Ну, например, я решил утром встать в 5 часов и не встал. Вот она нечестность. А если я перешел на красный сигнал светофора, это нечестность? А если я встретил кого-то, увидел, и мне в нем что-то понравилось, ну, например, улыбка, но я постеснялся человеку об этом сказать, это нечестность? В общем, вопросов много по поводу каких-то отдельных таких ситуаций, что будет честностью, что нечестностью. Я думаю, что нужно, прежде всего, отталкиваться от своего внутреннего состояния, быть осознанным, да, прежде всего, для того, чтобы отлавливать вот это внутреннее состояние, и отслеживать вот эту реакцию, первую реагирование. Как дела? Да не надо сразу так, а, отмахнуться лучше всех. Лучше не ответить вообще ничего, или спросить человека, тебе правда интересно, как мои дела? Ну, если интересно, сейчас я тебе каратенчика часа на два расскажу, как мои дела. И все по-честному, и по-по-правдешному. Что я стал делать для того, чтобы аккумулировать в себе честность? Первое, это во внешнем выражении. Ну, например, да, я начал посылать своему подсознанию сигналы, что, вот смотри, я тренирую свою честность. Сказал, сделал. Например, я сжимаю кулак. Я его сжимаю. Я разжимаю кулак, и я его разжимаю. Я поднимаю руку, я поднимаю руку. Я опускаю руку, я опускаю руку. Я раскрываю руки, я раскрываю руки. Ну, и так далее. Сел, встал, пошел. То есть, каждое действие, которое я делаю, я сначала его озвучиваю, как бы проговариваю о себе. И таким образом я начинаю тренировать в себе вот этот вот процесс закономерный. Сказал, сделал, сказал, сделал, сказал, сделал. И соединяю внутреннее состояние с внешним действием. Второй вариант, который можно сделать, чтобы тренировать свою честность, это проговаривать свое внутреннее состояние. Происходит какая-то ситуация, не надо никого обвинять в ней. Но можно просто человеку сказать. Вот, знаешь, я сейчас испытываю на самом деле раздражение, недовольство, какие-то свои переживания. Еще есть классная такая техника, когда можно собираться в небольшие группы с единомышленниками и проговаривать вот это состояние, которое вы переживаете в данный момент. Во-первых, тренируется осознанность, потому что состояние, оно может очень быстро меняться. Вот только что была радость, и тут раз какое-то воспоминание всплыло, и уже идет какое-то разочарование, огорчение, грусть, раздражение. Вот опять радость пошла, и она меняется, меняется, меняется. Это интересно так наблюдать. А когда это собирается несколько людей, то можно вот даже в такую игру поиграть, проговаривая по-честному свое внутреннее состояние. Ну вот так сегодня поход в детский сад перерос вот в такое размышление о честности.